Пишу в поезде, еду без билета, дал на лапу проводница, для себя пишу, привык к ежедневным отчетом. Напишу, прочитаю, как это все выглядело со стороны. Я врач в поселковой больнице, главной и единственной. Только черта с два я вам вернусь туда. А, ну да, еще вечно беременная курица с глазами и плошками, акушер-гинеколог из местных. Если кто в поселке забеременеет, идут к ней. Чай пить и нам уже и жаловаться. А если осложнение, то это ко мне. Я же и терапевт, и лор, и хирург, и патологоанатом. А рядом лес рубят под заводскую стройку. Так работники тоже ко мне. Один из десяти по-русски понимает, зато платят наличными. Я из этих денег местных мужиков санитара нанимаю, чтобы физическая сила под рукой была. Сегодня двое притащили третьего, со стройки. Они там в вагонах живут. Вот эти вроде как соседи. Несколько дней назад в лес пошли по грибы. Грибов им захотелось. Грибочков. Разошлись по сторонам. Тут этот, которого принесли, орет. В топь угодил. Запнулся о корягу и прямо спиной. Вытащили. Вся спина в черной жиже. Щиплет, говорит. Пока до вагонов своих дошли, ему поплохело. Водкой подлечили. На следующий день ходил сонный. В глазах темнело. Бригадир отправил в отгул. Вечером упал на пол. В горле захрипело. Сознание потерял. Соседи идиоты. Решили, что сон лучшее лекарство. После водки надо полагать. Утром проснулся. Он у своей койки стоит к ним спиной. Звали. Не дозвались. Простые люди. Не отвечает человек, значит не хочет. Ушли на смену. Возвращались в вагончик. Слышали, что он там ходит. Зашли, стоит в углу. Лицом в угол. И вслед за их движением спиной поворачивается. Попробовали к нему подойти. Он так задом наперед и прыгнул. Ко мне его притащили связанным. Санитары, которые встретили эту троицу, уже готовили смирительную рубашку. Он висел у них на руках, хрипя. Но когда вошел, я выпрямился и посмотрел на меня. Спиной посмотрел. Спиной. То самое движение, которым человек оборачивается, чтобы отглянуть на кого-то. И замрет, уставившись. Но его голова была вело опущена, а спина напряжена. И эта спина поворачивалась за мной, куда бы я ни шел. Мало того, она хотела добраться до меня. Как люди ходят задом наперед, сгибают ногу, отводят назад, нащепывают опору. Здесь было иначе. Спина рвалась ко мне из рук санитаров, пытаясь выбросить ноги так, словно они должны были гнуться в обратную сторону. Но они не гнулись. Под одеждой спина оказалась покрыта черными бородавками. От плеч до копчика. Плоские, выпуклые, размером с горошину. Я приказал обработать, чувствуя, что санитары вот-вот сбунтуются. На такое они не нанимались. Но мне на их нежные чувства было наплевать. Смотрела-то она на меня. Во время обработки спиртом лесоруб поднимался на коленях и локтях, наклонялся в мою сторону, выгибался горбом. Закатали в рубашку, заперли в холодный подвал. Вотрезвитель. Он же морг. К ночи лесоруб скончался. Я зафиксировал факт смерти. Велел санитаром обмыть тело. И стал думать, как сделать так, чтобы мне его не вскрывать. Чтобы спихнуть его на районную больницу, мне нужна была причина. Чтобы найти причину, нужно было его вскрыть. Замкнутый круг. Я заполнил все бумаги. Накачался чаем. Открыл дешевый подаренный коньяк. Два часа ночи решил, чтобы из трупов это как раз то, чего мне не хватало в жизни. Взял инструменты, бланки и пошел. Дернуло меня, когда уже руку на засов положил. Вот оно. Передо мной. Окошко в двери морга вытрезвителя. Закрытая на шпингалет, закрашенная слоями краски. Не пользовались никогда. Так почему не сейчас? Скальпелем расковырял краску. Она стояла в метре от двери. Голова человека болталась на безжизненной шее. Руки висели веревками. Но голая спина и ноги с выступающими на них бородавками смотрели очень внимательно. Я даже не знаю, куда едет поезд. Я не завидую тому, кто завтра полезет в морг. Может, хватит ума заглянуть в окошко. Я же не хочу касаться этой дряни никак. Никаким образом. И не ищите. Нет меня. Пропал. Уволился. Послался к черту. Сучья жизнь.